Привет дорогие друзья! Вышло свежайшее интервью с Владимиром Александровичем Зеленским. Он дал его накануне своего 46-летия, 24 января, судя по ужимкам, шуткам, ну и вообще хорошему поведению, его не сильно, наверное, расстроило сбитие Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Канал АРД. Ну если убрать никому неинтересные размышления, но по всей видимости немецкие журналисты интересные, о том, можно ли есть торты в его возрасте. Рассказы о потерянных близких, причем воспоминания об этом у него почему-то вызывают смех. Может это уже нервное. Кто его знает, то в принципе ничего такого супер важного он не сказал, помимо пары вещей, на которые я обратил внимание, обращу сейчас ваше внимание. В частности он рассказывал о том, что реакция на аннексию Крыма в 2014 году была, но никакая. Если не поддерживать Украину сейчас, то потом Путин придет в Европу, начнется третья мировая. Россия пыталась заморить голодом страны Африки, лишая их морских поставок украинского зерна. И до деяких африканских краин не доехало зерно. Но во всей этой болтовне, которая была просто изумительно встречена немецкими журналистами, это нормально. Сейчас для европейской журналистики это нормально. Даже если бы он просто стихи рассказывал Тараса Шевченко, она бы сидела и усмехалась, а потом подумала, что отлично прошло интервью. Но была в этом и интересная повестка, в частности он комментировал восхождение Дональда Трампа. А это было интересно по нескольким причинам. Зеленский абсолютно не забыл, что его визит в Штаты в 2019 году обернулся первой попыткой импичмента Трампа. Зеленский утверждает, что он не злопамятный, даже готов рассмотреть предложенную Трампом формулу, якобы позволяющую закончить войну за 24 часа. Причем, что он позволит Трампу, ну как бы готов его выслушать. Если его формула приведет к миру, ему достаточно 24 часа, я буду очень счастливым. Как будто бы Трамп рвется и рвется ему что-то рассказывать. Ну понятно, что Зеленский отлично понимает, кто он, кто Трамп. Несмотря на всю эту тягомотину вокруг нового Черчилля и прочий бред собачий, он отлично понимает, что его ждет, когда придет Трамп. Потому что Трамп, он такой как бы, он не злопамятный, но хорошая память и злой. Зеленский говорит, что если Штаты прекратят финансирование, Европа сама не справится. Вернее, она бы справилась, если бы сплатилась. Европа одна не справится на том уровне, на каком отримала Украина до этого поддержки. Ну вернее, как она бы и сплатилась, но просто что все по-разному смотрят. Нет вот такого единства. Вот как Зеленскому понравилось бы. Одна партия, к примеру, да? Один лидер, одна партия, один Чухча и все. Вот, здесь, здесь немножко не так. Разные взгляды на, этот самый, на санкционную политику и все остальное. Путин этим скористается, 100%. Консолидировать Европу в таком случае сможет, конечно, Германия с ее мощной экономикой. Был бы он где-то в Нидерландах, он бы сказал, только Нидерланды смогут. По поводу мощной экономики Германии, я думаю, уже не очень. И немцы не особо там могут согласиться с этим. Потому что Германия испытывает мощнейшую рецессию с 2009 года. А Зеленский рассказывал, как он сильно зол на Трампа и как его испугал штурм Капитолия. Помните? Помните, как он встречал демократов? После прихода демократов, уже считавшийся сбитым летчиком и хромой уткой, Зеленский расправил крылья, воспрял духом и начал тогда мочить направо и налево абсолютно противозаконные указы. Он начал лишать гражданства, он начал вносить в санкционные списки граждан собственной страны. А цивилизованная пресса восхищалась, как он защищает демократические ценности. Ну и только некоторые догадывались о том, что это как раз таки нападение на демократические ценности. Остальные рукоплескали. Сейчас уже открыто говорят то, о чем раньше только подозревали. Трамп призывает саботировать помощь Украине, потому что отлично знает, насколько это больная тема для Байдена и демократов. Отвечая на высказывания министра обороны Германии Писториуса, Зеленский сказал, что немцам нет смысла сохранять оружие для себя, потому что оно им не поможет. Он и вам, то дин, навряд ли это поможет. Но если оно не поможет и Украине, вы представляете, Украине не помогло, приходят русские в Германию, а у них вообще оружия нет. Только пищали всякие из музеев. Что тогда, думать о возрождении ГДР? На самом деле, оказывается, что немцы в курсе о том, как формируются штурмовые отряды из пассажиров автобусов и троллейбусов в Украине, как ТЦК забирает людей. Журналистка говорит, что некоторые боятся, что их могут забрать неподготовленными в СССР, а кто-то, представьте, даже откупается. На что Зеленский отвечает, решение можно найти только по справедливости. Только по справедливости. И он вот это повторяет. Справедливость. Справедливость. Некоторые уже по 700 дней на фронте. Нужна демобилизация. И нужен справедливый закон про мобилизацию. Справедливый. Он считает, что вот то, что загребут людей на улицах, это абсолютно неправильные такие случаи. Они не должны этого делать. Поэтому я и попросил наших военных, когда они будут разрабатывать законопроект, чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть возможность диджитал формата. А уже военные разрабатывают, видите, законопроект, скорее всего, прямо в окопах. По поводу диджитал формата. Вы же помните, да, как говорил дружок Зеленского, повесток в день не будет никогда. Поэтому не думайте, что вам что-то показалось, что он сказал, что будут. Теперь давайте поразмыслим. Но чем он говорит? Он говорит, справедливое надо. Что-то там гребут. На улице гребут. Я против этого. Категорически против. Скорее всего, это втягивание в дискурс. Там кто-то плохой, а я хороший. А кто же может быть плохим в этом случае? А, залужный. Залужный. Есть два полицейских. Плохой залужный, который, как говорила безуглая, готов утилизировать граждан. Причем 500 тысяч. А есть хороший полицейский, Зеленский, который искренне не понимает, зачем на фронт нужно такое количество народа. Исходя из этого интервью, выходит, что у нас 800-тысячная армия. В таком случае, а зачем нужно тянуть еще кого-то из-за рубежа? А они сейчас настаивают на том, чтобы в Европе уже выдавливали, выдавливали мужиков в окопы. По его словам, 30 миллионов людей в Украине работают. Значит, бюджет из расчета 6 на 1 может содержать 5 миллионов. Но нам-то не надо содержать 5 миллионов, а всего 800 тысяч. Получается, да получается, всего хватает. Ну и плюс доноры помогают, постоянно вливаются бабки. Что касается произвола ТЦК, Минобороны как раз отчиталось о внеплановой проверке, в ходе которой выявило много нарушений. Вы помните, как Зеленский в пиар-целях решил убрать всех глав ТЦК и назначить туда боевых людей. И боевые люди провалили мобилизацию, потому что одно дело храбро воевать, другое знать специфику набора. Вот они решили по-боевому, в троллейбусах ловить и так далее. Не вышло. Вторую проблему, которую он решил, просто рощерком пера, это коррупция во врачебных комиссиях. Привело это, говорят, к тому, что стоимость увеличилась действительно в разы. Зеленский, если он на самом деле является верховным главнокомандующим, должен понимать, что ТЦК не просто им нравится, знаете, набрали садистов, им нравится там избивать. Нет. Просто поток желающих иссяк полностью. Он иссох. Желающих служить нету. При этом планы по мобилизации, конечно, проваливаются. Это и подтверждают разные волонтеры. Поэтому то, что он сейчас говорит, не имеет никакого смысла. Прими ты какой угодно закон про мобилизацию. Мобилизацию людей как гребли, так и продолжат набирать в троллейбусах, в маршрутках, на улицах. Что тогда будет? Кто тогда виноват будет? Говоря о том, как людей пакуют на улицах, Зеленский съехал еще и на тему, что очень комфортно говорить о важности борьбы за свободу, сидя за границей. Адресовано это нашим союзникам. Это очень комфортно быть в других странах и сказать, что Украина защищает наши спецнази. Он в очередной раз напоминает партнерам, что надо сокращать социальные выплаты всевозможным там, понимаешь, украинцам, которым надо бы возвращаться домой. И даже если они не будут воевать, они будут что? Платить налоги. И он объясняет, что если уж ты гражданин этого государства, то извини, а брок-то князю должен платить. Этого великолепного государства, которое тебе так заботилось. С самого момента твоего рождения заботилась о твоих маме, папе, бабушке, дедушке, твоих детей на ноги поставила. Как будто бы это государство могло когда-нибудь что-то предложить помимо флажков на каждой параше. И портретов дебилоидных, а и марша еще каких-то. Самых больших флагов и самых больших вареников. По его мнению, ФРГ лучше платить в бюджет Украине напрямую, а уже Киев социальную помощь сам раздаст. Это очень актуальный вопрос. Я думаю, что немцы с куколдизмом могут на это пойти. Но вообще-то топ-темой в СМИ стало интересное разоблачение схемы хищения. 40 миллионов долларов на минометных выстрелов, которые так и не были произведены. И напоследок хочется упомянуть, что Зеленский очень-то как-то трогательно, нежно говорит о Шольце. Говорит, мало времени с ним пообщался, чтобы назвать своим другом. Они очень разные по характеру, но это друг Украины, один из лидеров Европы. Не только канцлер Немечкины, он, напевно, один из лидеров сегодняшней Европы. Я думаю, точно так же его считают лидером, или может, одна буква другая, да, бастующие фермеры. Это тоже так интересно, вот посмотреть на Зеленского, там мой лидер, там один из лидеров, уже был один из лидеров. Это Борис Джонсон, помните? Великий друг Украины, один из лидеров, и все позорище, долбанное, которое, как оказалось, еще и виновно в смертях сотен тысяч, которых можно было избежать. Вот такое вот интервью, ну, как, в принципе, как обычно. Честно говоря, уже одно лицо его вызывает раздражение. Не у меня же одного, да? Пока.